Здравствуйте! Сегодня в студии Город Плюс Дмитрий Шматов, молодой профессор, заместитель директора по кардиохирургии клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова при Санкт-Петербургском государственном университете и руководитель Центра кардиохирургии и интервенционной кардиологии. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, ни для кого не секрет, что сердечно-сосудистые заболевания самые распространенные и лидеры по смертности, к сожалению, и в России, и в Санкт-Петербурге. Как вот, какие меры профилактики существуют? Как сегодня понять, что тебе уже необходимо обратиться к врачу? Ну, эта проблема действительно не нова, и, сколько я себя помню, всегда этот вопрос мне задают. Несколько лет назад я был на стажировке, очередной стажировке в Германии, и, выходя с очередной операции, увидел слоган на баннере «Если ты проверяешь свой автомобиль раз в год, почему ты не проверяешь свое сердце так же раз в год». Вот. Почему-то до наших, до русских людей с течением времени этот вопрос не доходит. И сейчас, развивая свое направление в Санкт-Петербурге, я говорю, что раз в год надо делать проверку своего сердца, делать банальные анализы крови, мочи, записать ЭКГ, сделать эхокардиографию, если необходимо, УЗИ сонных артерий. И уже по этим не таким тяжелым и не таким дорогим обследованиям можно понять состояние своей сердечно-судистой системы. То есть это необходимо каждому человеку? Это необходимо каждому человеку каждый год проходить. Учтем, я думаю. Вообще среди русских людей распространен такой миф, что если ты серьезно болеешь, болеют твои родственники, нужно необходимо прям срочно ехать в какой-нибудь Израиль или в Германию лечиться. Так ли это? Или наши специалисты сегодня тоже способны серьезные операции проводить? Если вернуться 20 лет назад, я бы сказал то же самое. Но за эти 20 лет был проведен большой рывок во всех направлениях. Ну, я буду говорить про свое, про сердечно-судистую хирургию. Построено большое количество федеральных, городских кардиохирургических центров, которые оснащены самым хорошим оборудованием. Лучшие врачи, хирурги, кардиологи, анестезиологи ежегодно проходят стажировки в различных госпиталях и странах мира. Поэтому, что касается высоко технологичной помощи, я бы сказал, что мы находимся на уровне, на уровне хороших топовых клиник Западной Европы и Северной Америки. Вся наша проблема, нашей вот сердечно-судистой хирургии заключается в том, чтобы люди вовремя попадали в специализированные клиники. Каждый год мы оперируем примерно 2000 человек. На открытом, на закрытом сердце. 75% из них это жители регионов. И фактически каждый месяц я езжу по регионам. Вологда, Псков, Тамбов, Смоленск. Я общаюсь с простыми людьми, с простыми кардиологами. И слышу все эти страшные истории, как трудно было попасть в наш центр на консультацию и на операцию. Потому что первичное звено, отправка пациентов уже в какой-то город, в районный центр занимает большое количество времени и бюрократических проблем. Есть какое-то решение, как вот это преодолеть? Решение есть, надо ежедневно работать, ежедневно работать и стараться перенять опыт ведущих систем здравоохранения, в первую очередь западной, а сейчас уже и восточной Европы. Давайте посмотрим небольшое видео про ваш центр и вернемся к нашей беседе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вот мы видим здесь рентген, да? Да, правильно был. Получается, то есть сегодня уже не требуется таких серьезных операций, может быть, не всегда требуется, когда нужно прям человеку разрезать грудную клетку и так вот лечить сердце? Или все-таки еще есть такое? Да, вы, безусловно, правы. На заре становления рентгенхирургии, безусловно, бытовало мнение, что в ближайшем будущем все открытые, большие операции с большими разрезами отойдут в прошлое. С накоплением опыта это мнение изменилось. Теперь есть специализированный подход к пациенту. К каждому пациенту выбирается оптимальное хирургическое лечение. Или это хирургическое лечение через обычный большой доступ, или же это мини-инвазивное лечение через минимальные разрезы, или же это эндоваскулярные процедуры, которые делаются даже без общего наркоза через прокол какой-то магистральной артерии. Эндоваскулярный, то есть хирург он видит через рентген? Абсолютно точно. Теперь будем знать такие новые медицинские термины. Вообще, какие еще исследования ваш центр проводит? Я знаю, что вы постоянно, помимо основной лечащей деятельности, деятельности врача-хирурга и приема пациентов, занимаетесь еще и исследовательской деятельностью. Какие направления? Да, безусловно, когда мы начали 4 года назад кардиохирургию в нашем университетском центре с нуля, первое время большое значение и внимание уделяли развитию объемов, качества и внедрению новых технологий в нашу повседневную деятельность. Теперь мы вышли по количеству операций, по качеству операций, вышли на, так сказать, федеральные объемы. И, имея такой плацдарм, мы активно занимаемся научной и образовательной деятельностью. И образовательной деятельностью. То есть вы учите студентов, либо еще ваших коллег из других? Да, я являюсь профессором кафедры госпитальной хирургии, я читаю лекции, я занимаюсь со студентами. Что касается научной деятельности, то мы проводим несколько интересных исследований с зарубежными клиниками, мультицентровых исследований в кардиологии, в анестезиологии, в кардиохирургии. Также мы выиграли несколько внутренних грантах в Санкт-Петербургском госуниверситете. Поэтому с ежедневной, повседневной деятельностью мы теперь ежедневно занимаемся и научными вопросами. Дмитрий, 18 мая ваш центр проводит международную конференцию у кардиоспециалистов. Здесь много сложных медицинских терминов, но есть один интересный вопрос. Когда звать хирурга? Так когда же его звать? Хороший вопрос. Я бы ответил, что хирурга надо звать вовремя. И от того, как вовремя мы позовем хирурга, зависит очень многое. Я не видел ни одного пациента, кто бы хотел, кто рвется, чтобы ему выполнили операцию. Но если это необходимо, это надо делать вовремя. И конференцию мы проводим в первую очередь для кардиологов, для терапевтов, для врачей первичного звена, безусловно, для кардиохирургов, для интернационных кардиологов, чтобы объединить все наши усилия диагностические, терапевтические, хирургические, чтобы вовремя оказать надлежащую помощь пациенту. В данном случае, если речь идет о операции, то необходимо делать операцию. В этом году мы проводим теперь уже ежегодную третью конференцию по кардиохирургии. Первый год мы занимались проблемами ревоскулиризации, аортокоронарного шунтирования. И пригласили ведущего профессора и хирурга Соксфордовского университета. Второй год назад мы занимались проблемами артального клапана и приглашали заведующего отделения кардиоторакальной хирургии из Кливлинского госпиталя, который является меккой кардиохирургией во всем мире. Через месяц мы собираемся и делаем конференцию по проблеме метрального клапана. Приглашаем ведущего специалиста из Брюсселя, который сделал более 3000 мини-инвазивных операций на метральном клапане. А также приглашаем ведущего интервенционного кардиолога из университетской клиники Королевского датского госпиталя, который обладает большим опытом эндоваскулярного протезирования и стентирования метрального клапана. Потрясающе. Половина слов, конечно, ни мне, ни зрителям непонятно, но я думаю, что... Вообще, как вы относитесь к тенденции, что человек сейчас современный, вместо того, чтобы обращаться к врачу, пытается все загуглить в интернете? Загуглить можно, почитать информацию можно, но все равно последнее слово остается за сертифицированным врачом, который каждый день занимается пациентами. Поэтому посмотреть для общего развития, безусловно, все это необходимо, но за окончательным решением надо идти к специалисту. Я надеюсь, нас услышат наши телезрители. И у меня к вам последний вопрос уже там от ведущей, к молодому мужчине. Как вам удается все успевать? И образовательную деятельность, и исследовательскую деятельность, и вашу там основную деятельность врачебную. Как ваш день строится? Обычный мой день начинается в 5.40. Нет, в 6.30 я выезжаю из дома, без 15.17 я нахожусь на рабочем месте. В течение часа я стараюсь провести онлайн-консультации пациентам с регионов, и без 15.8 мы проводим планерку в реанимации. Затем совещание пятиминутное у директора, и я иду в операционную. Делаю одну операцию до 11 часов с часовым перерывом. Затем вторую операцию. Заканчиваю где-то часов в 3-4. И затем занимаюсь теми проблемами, которые идут после хирургии. Это как раз и наука, и студентами образовательной деятельности. Всегда, конечно, знал, что Петербург – город уникальных людей. Но вы меня в этом еще больше убедили сегодня. Я думаю, что наши телезрители и тоже. С нами был сегодня Дмитрий Шматов, профессор, заместитель директора по кардиохирургии клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета, а также руководителя Центра кардиохирургии и интервенционной кардиологии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!